Всем здравствуйте! У нас давно не было готовки Сайфа Буси, поэтому сегодня я налепил поварские усы и мы будем делать говядину Виллиантом. Говядина обычно делается из вырезки, но я не нашел хороший кусок вырезки, поэтому я взял неплохой стейк, то есть именно хороший, я бы сказал, стейк от Prime Beef. И мы будем использовать эти куски, их 4 штуки, то есть мы сделаем, грубо говоря, 4 порошка. То есть стейки я распаковал, положил, просушил их бумажным полотенцем. Они сухие, дал им полежать при комнатной температуре. Их нужно обжарить по минуте на оливковом масле с каждой стороны, чтобы внутри он оставался сухим, но образовалась корочка. Двенажки даже обжарим. Сейчас ждем, пока посолим, поперчим соответственно. С одной стороны посолю, хотя я сейчас прям посолю. Солонки нет, вот солонка кончилась, было бы удобнее. Так, видишь, неравномерно солится. Используйте вот такую перечницу, это удобнее. Мясо солить довольно много, оно жирное, куски жирные, то есть я имею ввиду. Чего? Чего делать-то надо? А, вот, короче, я солю, 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 еще перчу. Запутать хочу. Видите, в общем, сейчас поперчу с другой стороны, пока греется масло, разогрею масло и будем жарить. Все, я это все, короче, дело заперчил, засолил, с двух сторон прибил это ножичком, чтобы оно масло, короче, разогрелось. И теперь мы просто кладем, я вот, не знаю, четыре куска, наверное, нифига не поместится. Пожалуй, все. Одна за два раза. Запекаем минутку с одной стороны, у меня открыт. Секундомер, все, пошло время, 50 осталось. Довольно большой огонь, даже можно еще добавить, ничего, что масло брызжит. Он вообще брызгать должен. Закрывать крышкой не нужно. Жарим. Сейчас минутку с этой, минутку с другой. Переворачиваем. Смотрите, я, скорее всего, еще обжарю его бляха. Потому что кусок довольно жирный, я обжарю его еще со стороны куска жира, потому что, ну, в общем, с боков. Минутку так, и хотя бы по 30 секунд я прижму. Лежать. По 30 секунд я прижму их с такой стороны. Лежать. 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 Нет. Так, время идет. Нет. Можно? Все. Все. Давайте, сами, мешай, держать. Возбудился от носа. Вот удобно использовать такие прищепки, но у меня их нет. Ну, типа, перевернуть, придерживать как бы стороны можно. Мясо, мне бы что-то другое. Все, минута прошла, я просто буду делать тогда супа вилкой. А, ну, хорошо встала, отлично. Еще по 30 секунд с каждой стороны, которая, в общем, которая боковая. Лови. Лови. Маленого нет. Лежать. Вот ты все ест, никаких аллергий. Ничего нет. Что делать? Причем, так, с другой стороны. Так же, хотя бы 30 секунд. И еще с других бочков я тоже подпеку. Все это нужно, чтобы образовалась корка, и она оставалась сочным. Кровь из него не вытекала. Так, короче, 10-20 секунд где-то в этой. Всем лежать. Всем лежать. Ты что, смотришь? Лежать. У него зрачки такие большие, как будто он под мясом. Под мясом, да? Так, пробуем обжаривать. Мы хотя бы просто трепетим, потому что он совсем красный. Так. Получается, другой кусок довольно долго будет обжариваться. Здесь немного припечем, чтобы чуть корки образовалась. Вот, стучка бил вот этот сок. Побыченько, мой, морщинцов горячая. Стоит к этой стороны. Сейчас жарится, не не пищем, сковорода. И все, снимаем от огня. Сковорода уже погасла. Снимаем, снимаем. Куда тяните? Давайте здесь, да. Сейчас уже начинает пережаривать. Раз. Сэм, лежать. Лежать. Я думаю, на этом же масле можно уже трой стойков жарить. Поставим также на 11. Во времени стоп-сброс. Сэм. Нарушитель команд активный. Там плюша убежала. Места. Также ставим на 11 на это же маслецо. У меня просто оливковое гораздо закончилось. Места. В принципе, довольно жирный. Так, я думаю. Не стоит. Сейчас подогреется. По минутке с каждой стороны. И также боковинки. Возьмем, даем остыть. Я думаю, сейчас подвожу подальше, чтобы они друг на друге не лежали. Иначе они будут не остывать. Сейчас. Раз. Выкладываем. Засчитаем минутку. А эти два я разложу. Раз. Нет. 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 Нет, Сэм. Что это такое? Убежал. Можно? Теперь мы делаем грибы, берем шампиньоны, фигачим пару зубчиков чеснота, фигачим эти же шампиньоны прямо туда. Блин, наверное, хватит. Ну, не знаю, 4 стейка. Давайте я закину все. Получается, солим. Сзади уже готовят тесто. То есть, для заворота мяса, специалист по тесту готовит тесто. Для заворота мяса надо будет завернуть мясо. Ну, короче, все сейчас поэтапно. Берем вот. Специалист по беколу сидит. Наверное, не мало. Наверное, не мало. Нормально. В принципе, я специалист. И еще один специалист. Это этот, как из аминейка. По вениску. Ага. Перчи. Я не знаю, блендер новый, как он работает. Он сможет это все измельчить? Мы сейчас вот только его купили. И как он сейчас переработает, неизвестно. Сейчас проведаем. Уже в работах. Угу. Угу. Там все спины. Ну, это типа скорость. И давай просто турбо нажмем сразу, и все, нет? Турбо. Не плохо. Нормально Нормально А сейчас надо само долетить А не Вон там стоит Тут какая-то дырка Она для чего вообще? Я знаю для чего Поправлять Поправлять грибы? А, наверное, можно их это Сейчас Ну, можно, наверное, их это Что-то с ними сделать можно Нет, нет, нет Когда туда мясо закладываешь Там можно поправлять Просто грибы, как это? Они что-то не хотят Там же со мной поправьте просто Нет, нет Открой и поправь Просто поправь Так Грибы Помешай Да, грибы чесночком Этот надо как-то на нож положить Чтобы его размельчило Такой Грибной фарш А? Нет, все Ага Ага Да вроде нормально Попробуем Сэм, ты куда направился? Сэм, пошли Сейчас Эй-эй Джек Ты не Сэм, Джек Ну-ка ушел Ушел Джек Место Сэм, лежать Опа Ну что Пробуем доделать гриб О, все Походим 也 Вроде Поangel Тошнее Или, может, надо мелочевку вынуть А он гриб доделает А troubles надо его на ножи кидать, а он вроде измельчается по системе обжариваем полученную смесь в блендере мы все размешали обжариваем ее на сковороде выпариваем влагу и когда влага выпарится обжариваем еще минут 10 а и добавляем в нее листья ну не листья, а травку тимьян можно сказать, что это листья короче добавляем траву сейчас все вроде все вычерпал Сэм все ждет, пока все будет готово так берем тимьян сейчас я это все размешаю делаю что просто это делается тогда на смежные листья возьмем все и размешиваем нужно выпарить влагу и после выпаривания еще минут 10 пообжаривать не знаю, хватит просто она сейчас такая объемная но влага выпарится она будет меньше хотя у нас всего один гриб нам бы один френа не хватило если бы даже его добавили сейчас посмотрим берем застилаем пищевой пленкой рабочую поверхность берем пармскую ветчину я к сожалению не нашел взял бекон по сути смысл не меняется и по вкусу даже по моему лучше будет внахлёст кладем бекон друг на друга кусочки я думаю хватит для куска а или нет сейчас не знаю подальше чуть-чуть вот так маловато так получается на один кусок одна это уйдет тогда у нас не хватит бекона полученный на пармскую ветчину получается дюксель у нас его не так много поэтому я размажу чтобы хватило на все кусочки их 4 прям нормально можно размазать эту смесь нужно поделить где-то на 4 части ну кусочки в принципе небольшие поэтому много так как таковой не надо еще наверное я думаю одну ложечку хватит один выпустил пары спустил дух любит так делать сам тоже любит так делать но пока здесь до сих пор так и не ушел еще немножко вот как-то так немного это все еще дело поперчить можно то есть еще хорошо размажется все думаю норм берем одинокий кусок и перец надо как-то это завернуть я честно даже не знаю что получится перчили кусок который мы обжаривали вот тогда наверно лучше так не написано по центру то есть мы просто закатая немножко можно всегда тогда сместить с помощью пищевой пленки ветчины мы его просто закатываем отлично немного воздуха выпускаем прижимаем так а как стоп а как дальше речет не соображаю думаю что да нет или сразу в пленке поплотнее немного воздух под выпустим фарша открылась как-то но это все равно в тесто потом все пойдет по моему нужно нам сейчас пока завернуть и убрать если я не ошибаюсь крутить под выпустить воздух убрать холодильник чтобы она все это дело получилось рулетик пока мы делаем остальные четыре остальные четыре этот рулетик просто подморозится мальчик вот самый беговый что вот здесь просто но я думаю с тестом можно и пока мы делаем остальные кусочки он охладится ребята первый кусок мы забыли обмазать горчицы это важно нужно было обмазать на фиг с ним один кусок получается получится без горчица остальные да мы все обмажем горчицы не забывайте с каждой стороны обмазываем горчицы они должны были уже лежать горчицы не суть мы обмажем мы делаем все то же самое также после горчицы уже также все заворачиваем все рулетики мы убрали в холодильник не забывайте обманывать горчицы как я потому что один рулетики она 1 к 1 кусок мяса я забыл обмазать горчицы теперь я деля белки от желтков и белки от желтков и в отдельную посудину чтобы их сбить они будут нужны желтки для того чтобы смазать тесто которое мы завернем собственно полученные рулетики один пробный рулетик можно завернули вот и заворачиваю 2 мы смазали края тесто слоеного раскат безрожжевое слоеное тесто раскатали на муке смазали края яичком яичными желтками так и теперь нужно вот это все туда соответственно достать смазка успокойся немножко морозилочки они подморочились вот отлично спасибо теперь нужно его завернуть сильно тонко не раскатывать потому что тесто порвется если его тонко раскатать вот так вот здесь кстати нужно немножко подмазать яичком потому что иначе оно нифига не склеится подмазываю подмазываю вот здесь вот здесь вот тут ну что же здесь край будет мы же слепим вот это все правильно вот так вот себе намажу и вот здесь вот короче намажу должно что ты пыхаешь тут все а вот так вот это не нас и вот так вот еще раз и здесь приклеим остаток получился некий пирожок некий пирожок все склеили теперь мы берем пирожок главное что он не порвался я все переживаю что он сейчас порвется и все конец я его кладу вот сюда вот здесь уже смазано с этим каково как называется яичный яичный смесь сливочным смазано короче коль газ маслом сливочным маслом вот здесь немножко до склейки добавим еще желточка и в любом случае нужно обмазать желточком чтобы они были желтые только желточки осталось еще сбивать рулета 4 желтка осталось только один был довольно желтенький прикольный нужно его все равно смазать с боков не хватает сейчас на следующий короче возьмем еще надо желтков подбивать здесь уже что-то все вроде надрезать а надрезать типа для узорчика да вот этот мы надрезали но он что-то уже не видно нашему надо еще посолить и поперечить потому что тесто будет безвкусно если ничего с ним не сделать вот здесь немного не хватает так солим лучше использовать солод как не особо удобно сути непропорционально солится много тачим щих щих оп все у нас залез в муку а мы берем рулетики 200 градусов духовка засовываем и ставим на 40 минут и готова немножко они наверно подгорели но я возьму один из них пускай это будет что-то за стране мне почему-то нравится он немножко продырявился я знаю как его отклеить все что-то не так как я предполагал конечно давайте просто сюда тарелку поставим потому что если я его сейчас отклею и принесу туда там все будет немного не так опа ну нижняя часть просто его осталось на фольге я не знаю как нужно сделать чтобы он честно не приклеился потому что я на повод но по сути пропекался вам как нужно потому что нижняя часть пирога осталась на фольге в принципе ничего страшного все так сложно внутри кусок мяса но внутри кусок мяса получился не сырой как должен быть виллингтоне он просто получился так сказать реально медиум вот еще мы размозжили пирожок немножко его развернули в принципе кстати не так и плохо но для любителя то есть извините я не профессиональный повар понятное дело что везде одни косяки все это вкусно смотрите рецепты смотрите готовьте наслаждайтесь жизнью подписывайтесь на наш канал покупайте собак собак очень воспитанных собак готовьте вкусное мясо кушайте и всего доброго